Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня новое видео на тему как правильно платить налоги от аренды недвижимости в Испании. Сейчас очень многие этим занимаются, то есть покупают квартиру, сдают ее, несколько квартир, есть и которые занимаются именно как экономическая деятельность, то есть сдают на лето, туристам, ну то есть занимается очень много людей и много из наших, а если не занимаются, то очень хотят так и заниматься, потому что ты покупаешь квартиру, сдаешь ее и ничего не делаешь. Отличный вариант, я бы тоже так занималась и не очень это хочу. Ну ладно, сейчас не в этом. Так вот, как правильно мы должны поставить налоговая декларация, что мы должны поставить налоговую декларацию и сколько мы должны, это самое основное, сколько же мы должны заплатить от нашего дохода, от той суммы, которую нам платят. Поэтому сегодня я вам все подробно расскажу, что нужно ставить, что мы можем, на каких основаниях мы можем снизить процент и что нам лучше не ставить и как нам вообще платить меньше. Вот это вот самое основное, что я хочу вам сегодня рассказать. Итак, поехали. Аренда недвижимости. Вы сдаете свою квартиру и получаете доход. Любой доход, который вы здесь получаете в Испании, вы должны поставить как прибыль. Вы должны заплатить, соответственно, свой налог. То есть, с вас должно государство забрать какой-то процент, потому что у вас появились деньги. Вот, поэтому от аренды недвижимости, соответственно, нужно ставить и это обязательно, иначе больше штрафа. Про штрафы я расскажу в самом конце, сколько же вы должны заплатить, если вы этого не сделаете. И вот, так вот. Налоговая декларация. Каждый год мы делаем налоговую декларацию и вы должны эту сумму поставить, ту сумму, которую вам заплатили за аренду. Вот. Что мы можем снизить? То есть, соответственно, мы не платим от той суммы, которую вам заплатили. Например, если вам каждый год платят по 1000 евро, то это не значит, что вы должны поставить 12000 евро и заплатить с этой суммой налог. Нет. Мы можем снизить эту сумму и поставить налоговую декларацию, почему мы это снижаем. И, соответственно, есть несколько вариантов, по каким мы можем снизить эту сумму. Итак, что это? Первое. Залоги, которые вам дают, фиансы, они не входят в ту сумму, которую вы платят за аренду. То есть, например, если вы каждый год получаете по 1000 евро, плюс вам дали 2 месяца залога, вот эти 2 месяца, 2000, вы их не должны вписывать в налоговую декларацию, потому что это не ваш доход, вы их потом должны будете вернуть. Поэтому эту сумму мы откидываем. Дальше. Первое. Это коммунидат. Вы снижаете эту сумму, которую вы платите за обслуживание дома. То есть, каждый, у кого есть квартира, знает, что каждый месяц нужно платить разные суммы. Есть 30 евро, есть и 100 евро за коммунидат. То есть, это лестница, обслуживание, уборка лестницы, обслуживание дома, лифт и все это остальное. То есть, вы эту сумму должны вычесть. Так же самое, если вы, например, платите отдельно от коммунидат еще какую-то сумму, например, за ремонт лифта, потому что это обычно такая большая сумма, и некоторые берут отдельно, да, какой-то каждый месяц, например, отдельно от 50, что вы платите за коммунидат, еще будем платить там по 20-30 евро или по 50 на ремонт лифта или на ремонт фасада и так далее. Вы эту сумму тоже всю вписываете и на эту сумму будет меньше. Следующее, это налоги. То есть, на квартиру есть налоги, знаменитые ИБИ, это налог на квартиру. Вы тоже его высчитываете. Так же самое налог на мусор и еще все. То есть, все налоги, которые касаются по квартире именно, вы все высчитываете. Так же расходы, например, на сигнализацию. Или вы поставили дверь от, там, какую-то железную специальную, чтобы там не залезли купасы или флоры и так далее. То есть, вы эти расходы тоже мы вписываем. Дальше все расходы по агентству по недвижимости. То есть, на вы, когда сдавали квартиру, вам агентство по недвижимости помогало, и вы, соответственно, заплатили определенную сумму. Эту всю сумму вы должны вычесть. Еще не забыть, самое главное, все чеки, все фактуры, вы все сохраняете. Потому что, если вы вписали, да, в налоговую декларацию, вас не требует, чтобы вы там сканировали чеки и так далее. Но налоговая может в любой момент все проверить. Он скажет, окей, мы вас будем проверять. Подъявите, пожалуйста, по всем пунктам все чеки, все фактуры. То есть, вы это обязательно должны все сохранить. Итак, то есть, расходы по агентству по недвижимости. Если у вас есть расходы на адвокатов, например, не платят, и вы обратились к адвокатам, или окупас, или еще что-то. То есть, все вот эти расходы по обслуживанию квартиры или дома вы можете вписать. Также страховка на квартиру. То есть, сейчас те, кто сдают квартиру, они обязательно платят страховку. В общем, ту сумму вы должны все просуммировать и тоже вычесть. И я бы советовала обязательно сделать страховку на те квартиры, которые вы сдаете, потому что может произойти все, что угодно, а так вы будете за свой счет это все наделать. А так страховка не такая дорогая, и, соответственно, вам все покроет. Ну, покроет, по крайней мере, основное вам покроет. Дальше вы также само вписываете проценты по ипотеке или проценты по займу на квартиру. То есть, если вы берете кредит на недостаемый, например, какой-то 30 тысяч или еще что-то, то есть, не ипотека, а не кредит, то вы эти проценты тоже можете вписать. Ипотечные проценты тоже вписываются. То есть, это все рассчитывается и тоже вписывается и уменьшается. Дальше расходы на ремонт. То есть, если у вас были расходы на ремонт, например, там покрасить стены, там, не знаю, пол там поменять, ну, что-то, в общем, все расходы, которые у вас были по ремонту, все расходы на ремонт квартиры, то, соответственно, вы тоже вписываете. Также амортизация недвижимости, это тоже есть. Также есть еще 10% на использование мебели и электрических приборов. То есть, если вы сдавали квартиру с мебелью и с холодильником, посудомойки, стиралки, сушки и так далее, вы можете смело вписывать. То есть, все расходы по квартире вы вписываете и уменьшаете эту сумму. Потом та сумма, которая у вас получилась, вы еще убираете 60%. И у вас получается от той суммы, которая у вас получается, 40%. Именно эти 40% на эту сумму вы будете платить налог. Чтобы было понятно, я сейчас сделаю пример, выпишу его, и вам будет понятно вообще, как это все происходит. Итак, например, вы сдаете квартиру и вам платят 1000 евро в месяц. То есть, у вас есть сумма 12000 евро. Из нее мы высчитаем все, что можно высчитать. Например, проценты по ипотеке 1400 евро. Страховка квартиры 250 евро. Коммулидат. Берем по 50 евро в месяц, у нас выходит 600 евро. Это за обслуживание лестницы. Дальше у нас есть налог ИБИ. То есть, это налог на квартиру 600 евро. Например. То есть, я все беру суммы плюс-минус. Например, чтобы вы просто поняли вообще, как это происходит. Гасов де консервасион – это расходы на ремонт. Берем, например, 400 евро. И берем амортизацию квартиры. Это 50 евро, например. Мы суммируем все эти расходы, и у нас выходит 3300 евро. И мы из 12000 отнимаем 3300 евро. И у нас выходит 8700 евро. Из этой суммы мы еще убираем 60%, выставляем только 40%. То есть, 40% от этой суммы, то, что остается, и из этой суммы берем уже налоги. И у нас остается 3480 евро. То есть, если вам платят 12000 евро в год, то есть, 1000 евро в месяц, мы можем поставить разные-разные расходы, и у нас выходит сумма 3480 евро, из которой вы будете платить налог. Какой же налог вы будете платить? Тоже интересно. Это все зависит от ваших доходов. То есть, кроме того, что вы зовете аренду, вы еще там работаете, вы еще там получаете дивиденды, вы еще там еще что-то получаете. То есть, это все суммируется, и в зависимости, сколько вы получаете, вы уже будете платить какой-то процент. Сейчас я вам расскажу, какой процент, в зависимости от ваших доходов, вы будете платить. Итак, если ваши доходы составляют от 0 до 12450 евро в год, то вы платите 19%. Если ваш доход составляет от 12450 евро в год до 20200 евро, это 24%. Если от 20200 евро до 35200 евро, это 30%. 35200 – 60 тысяч, это 37%. И 60300 тысяч, это 45%. И больше, чем 300 тысяч, это 47%. То есть, вы должны будете приплюсовать все ваши доходы, включая аренду, включая зарплату, включая еще там, что у вас есть. И уже в зависимости, в каких пределах вы получаете эту сумму, такой процент вы будете платить. Так что, я надеюсь, это понятно. В принципе, ничего сложного нет. Вы сами можете просчитать, сколько плюс-минус вы будете платить от аренды. Выгодно вам будет, это невыгодно. Выгодно, если вы возьмете ипотеку. То есть, это все можно просчитывать. В принципе, я не скажу, что это прям легко, когда вы делаете налоговую декларацию. Обязательно, если у вас есть какие-то сомнения, закажите адвоката, закажите специальное агентство, хистория, которая этим занимается. Они вам просчитают именно ваш выгодный вариант. То есть, что нужно еще вписать. Потому что каждый вариант, каждый вообще аренда, она индивидуальная. Это я вам рассказала, как бы, в общем, да. Но есть очень много индивидуальных случаев. Кстати, те, кто занимается туристическими квартирами, и именно это ваша экономическая деятельность, то, что я вам рассказала, это к вам не относится. Там другое, там ставится другой список, по которому вам могут снизить эту ставку. Там все немножко по-другому, поэтому это сюда не относится. Это именно, если вы сдаете свою квартиру, то есть, это не является вашей основной экономической деятельностью. Нет, вы сдали квартиру, получили прибыль, вы заплатили налог. Какие же штрафы, если вы не поставите ту сумму, которую вы заработали от аренды, в налоговую декларацию? Штрафы до 150% от той суммы, которую вы должны были заплатить. То есть, достаточно большие, поэтому, если вы сдаете аренду, и, соответственно, не забывайте, что если вы сдали квартиру, то тот, кто там живет, тоже может вписать ее в налоговую декларацию, в зависимости, когда вы заключали контракт. Поэтому это не значит, что это все пройдет, никто не заметит, никто об этом не узнает. Поэтому я бы не советовала не ставить, то есть, все равно ставить. Есть еще вопрос, если пустое жилье. То есть, у меня есть квартира, и там никто не живет, оно пустое. Плачу я что-то или не плачу? Я уже в каком-то одном из видео это рассказывала. Вы платите. Вы платите 2% от Валер Кадастрали. Я уже вам рассказывала, что где ее искать. То есть, когда вы платите на Лохиве, там пишется эта сумма. Поэтому вы в любом случае платите, если это второе пустое жилье. То есть, это не та квартира, в которой вы живете, а именно у вас есть другая квартира, она пустая. Вот в таком случае вы должны будете заплатить 2%. И второй вариант, если вы решили схитрить и сделать контракт своим родственникам. То есть, там тоже нужно платить. То есть, 2% выходит, например, если 100 тысяч стоила квартира, вы должны будете поставить ваш 2 тысячи евро от пустой квартиры. И от 2 тысяч вы уже будете платить налог. Налог, я как уже говорила, зависит от вашего общего дохода. То есть, это может быть как 19%, так и 40%. Поэтому все зависит, сколько вы зарабатываете, с какого вам дохода общий за год. На этом все. Я надеюсь, это было понятно и интересно. Кто этим занимается уже, я думаю, разбирается очень хорошо. Это все ставит в налоговую декларацию, знает, как это все делать. Кто этим не занимается и хочет этим заниматься или думает. То есть, исходя из тех данных, которые я вам рассказала, вы можете сами просчитать, сколько вы будете платить, плюс-минус. Выгодно вам будет или не выгодно. Будет выгодно в любом случае, это ответ обозначенный. Так что, если у вас есть идея сдавать квартиру, тем более в Барселоне, это будет в любом случае выгодно. Потому что здесь цены очень-очень-очень дорогие. Поэтому, и, кстати, сегодня общалась одна женщина с испанкой. И мы говорили про то, что она хочет поехать в Киев, посетить Украину. Я говорю, о, классно. Я говорю, хорошо. Она говорит, вот там, на два дня буквально, там жить в центре. Я говорю, ну, в центре будет дороже однозначно. Она говорит, ну, не дороже, чем в Барселоне. Куда бы я ни поехала, мне все равно будет дешевле, чем я живу здесь в Барселоне. Да, и мы с ней посмеялись, что, да, цены в Барселоне очень дорогие. Поэтому, куда бы ни поехали отдыхать после Барселоны, будет все равно дешевле. Вот, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм. Если кто уже сдает в аренду квартиры по всей вообще Испании, может быть, не только Барселона, напишет свои комментарии, может, свои какие-то нюансы, будет очень интересно почитать. И посмотрите, чтобы другие люди тоже об этом знали. Всего вам хорошего, берегите себя, до скорых встреч!